всем привет вот смотрите какой вид это ранее ну уже не ранее да уже наверно 10 часов утра мы с моим внучеком сашечкой идем на занятия здесь такой ручеек мы проходим я пока иду решила поговорить с вами наступило лето и ребенка же надо их куда-то или в летний лагерь или еще куда ты от меня дочка говорит я вам буду показывать где мы идем и дочка мне говорит мам ты не хочешь поводить саш вот из такой летний лагерь как бы робот-скул я тебя прошу поводи пожалуйста но честно я даже не знаю что это за робот-скул или что не очень конечно может не хотелось я говорю в каком районе ну получилось от нас как бы далековато ну и ездить не очень удобно но я поняла что надо будет ходить по школу вот там сашка идет впереди мы идем по этой улице ну куда деваться кто-то же должен водить шашему все лето сидеть дома ну и я говорю ладно буду водить и вот мы идем на третье занятие первое занятие вообще не поняла что это такое привела оставила его честно не знала после занятия зашла смотрю собрал какую-то машинку с конструктора не собирают вот его группа там несколько групп и маленькие еще даже младше есть у саша в группе по моему 6 8 лет я вам иду и рассказываю показываю где мы идем вот и я же зашла думаю ничего себе оказывается еще эти машинки когда подключаются компьютер управляются саша не горит бабушка смотри вот я делаю такую скорость и такую я конечно была в шоке что это очень хорошее занятие ну в общем первое занятие у меня конечно поразило и я поняла что дочка сделала правильный выбор и мы будем вот это весь июнь я буду три раза в неделю водить сашу вот этот робот school что это такое поподробнее я наверное сегодня пока саша будет заниматься полтора часа я узнаю и могу подробнее вам рассказать и в конце покажу что вот они на третьем занятии сделали на втором когда я зашла забирать вот там папа снимал я просто сняла честно пошел показать маме дедушке папе что делает чем занимается саша а сегодня вот решила о как раз третье занятие расскажу сниму и покажу вам чем занимаются дети вот в таком возрасте в общем наш саша очень довольный не знаю довольна ли бабушка потому что идти далеко что мы саше сделали а я попросила у своей внучки часы вот такие видите вот такие часы я по ним решила засечь ну сколько же мы с ним пройдем вот сейчас 16 дома я уже находила километр и вот мы саша решили замерять расстояние на какой уж мы ходим сколько же день проходит бабушка потому что вот мы идем и они считают все дома как-то сказали о бабушка ну будешь далеко ходить похудеешь всем как-то очень хочется чтоб я похудела хотя по своей программе я чуть-чуть похудела но не сильно у меня получается хотелось бы еще больше вот смотрите как около домов люди молодцы стараются облагораживать я люблю эту улицу у нас в городе эта улица называется далекая когда-то она была окраина города вот эта улица тут как-то все такие умнички всегда идешь любуешься как люди около домов облагораживают так что я засеку сколько по километражу мы идем до занятия ну естественно обратно я думаю что километров 7 я сегодня нахожу чем мне нравится вот эти пиши про уголки положительные в них то что когда я подумал что буду сашу водить мы когда идем мы с ним разговариваем на любые темы вот про километры вот мы идем я ему рассказывают километре столько-то метров от дома честно мне некогда разговаривать говоришь на какие-то обыденные вещи вот с внучкой вы знаете я все время ходила пешком на тренировки мы учили стихии для школы таблицу умножения вот это настолько хорошо когда общаешься с ребенком вот есть время чтобы пообщаться с ребенком вот именно вот эти полчаса которые можно просто жизни поговорить научить переходить улицу сказать что вот тут остановись тут же посмотри в обе конца потому что в обыденной жизни не хватает время сильно мы много стали заниматься даже в теле ну вот видео всем с ребенком некогда поговорить а вот тут вообще по моим самый положительный момент не то что бабушка будет накручивать километры а то что я буду разговаривать с сашей побольше о жизни так что в общем мы идем робот school я вам еще немножко покажу а в следующем видео и я вам расскажу чем занимаются дети в этой школе ну вот мы подошли к этой школе пришли чуть рановато робот school еще осталось 15 вот вот их вывеска мы уже здесь так и посмотрим сколько же сколько километров мы прошли так время вот три и шесть десятых километра до робот school ну минус километр который у меня уже был на часах значит 2 и 6 получается где-то суда километра 2 и 6 обратно и того ну пять с половиной километров нормально хорошо очень хорошая утренняя зарядка потом я вам покажу внутри вот мы поднимаемся на второй этаж на первом этаже занимаются взрослые дети оказывается это собирание модели я у девушки спросила и уже моделирование на компьютере так она оформлена и мы поднимаемся саши в кабинет а рядом занимается 4 6 лет сегодня будет у них очень интересная программа девушка мне рассказала слоник они собирают представьте 4 6 лет собираетесь вот это саху комнатка тут он будет заниматься здравствуйте ну вот все отправила сашу на занятия сейчас полтора часа он будет заниматься я вот тут нашла такая укромная нашла укромное такое местечко лавочка в тенечке под орехом и зашла к администратору проконсультировалась побольше оказывается вообще очень интересно на данном этапе они будут но они конструируются лего и на ноутбуках управляет этими машинками посмотрела младшую группу с 4 до 6 лет там так крупные такие конструктора очень удобно бить и делается ну тоже они собирают но были упрощенные схемы а уже когда спустилась к старшим это вообще это сказка дети собирают какие-то модельки но они уже сами программируют на компьютере их работу для меня это фантастика оказывается у них еще есть это летний табор у них теперь с этого года есть лагерь в карпатах туда выезжают их работники со всеми удобствами и медики все есть 14 дней тоже очень интересно там по два занятия в день будет и ну и развлекательные программы для детей походы в карпатах природа порядками первый это год поедут наверное это будет очень интересно вот и есть школьный учебный год никто же оказывается занятия ну один раз в неделю ну это правильно потому что уроки больше наверно невозможно будет посещать так что мы вот слава богу попали сюда и сашу это очень нравится и наверное мы будем думать о том чтобы с сентября по выходным именно водить его в эту школу так что видите нужно все слушать все узнавать жизнь продолжается я очень рада что мы попали сюда всем пока смотрите до следующих встреч